Таджикистан Раджабова ранее сообщала, что подверглась оскорблениям и унижениям со стороны сотрудников милиции во время рейдов в здании ОМВД Сино-2, куда была доставлена участниками рейда. 18 декабря суд района Сино, города Душанбе, оштрафовал Нилуфа Раджабову на 550 самани, 56 долларов США, обвинив ее в нарушении статьи 460 «Мелкое хулиганство» Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях. В отношении Нилуфа Раджабовой было возбуждено административное дело на основании жалобы Рано Абдулаевой, участницы рейда и руководителя отдела женщин и семьи столичного района Сино. Чиновница солгала и заявила, что Раджабова оскорбила ее как представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. Однако Нилуфа Раджабова утверждает, что никого из участников рейда не оскорбляла. Все наоборот, в течение нескольких часов, проведенных в здании ОМВД Сино-2, «Я подвергалась оскорблениям и унижениям», — сказала она в беседе с журналистами. «Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане окажет Нилуфа Раджабова юридическую помощь в судебной тяжбе с сотрудниками ОМВД Сино-2 города Душанбе. Я подала жалобу в Генеральную прокуратуру, ее зарегистрировали», — сообщила она 20 декабря. В четверг Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило, что в отношении Нилуфа Раджабовой было возбуждено административное дело на основании жалобы Рану Абдулаевой, которую она якобы обзывала оскорбительными словами. Но в то время Нилуфа Раджабова отметила, «Я не оплатила штраф, я получаю пенсию в размере 540 самани, как мать детей-инвалидов. Этой суммы не хватит для оплаты вынесенного судом штрафа», — говорит она. Напомним, 14 декабря Раджабова возвращалась из больницы домой. По пути ее задержали представители комитета по делам женщин и сотрудники милиции, которые отвезли ее и еще четверых женщин в хиджабах в отдел милиции района Сино для проведения так называемой «разъяснительной беседы». Московским окружным военным судом трудовым мигрантом из Таджикистана Эмом Бурхонов приговорен к 22 годам колонии по сфабрикованному делу об организации крушения поезда Сапсан летом 2017 года. Бурхонову инкриминируется совершение теракта в составе некой организованной группы, создание террористического сообщества, незаконном приобретении оружия и взрывчатки. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. По версии российских силовиков, 13 июля 2017 года обвиняемые установили на железнодорожных путях специальную металлическую конструкцию. Следующий из Москвы Сапсан врезался в нее, из-за чего были повреждены пять вагонов. Летом 2019 года Московский окружной военный суд вынес решение по тому делу. Обвиняемые Мухаммад Бабайоров, Джумахон Баймонов, Фархот Наджбудинов, Сухробджон Назимов, Фархотджон Назимов, Абдулгафор Раупов и Амруджон Раупов были приговорены к срокам от 15 до 21 года лишения свободы. Пятеро осужденных не признали вину по предъявленному им обвинению в теракте. В суде Бурхонов заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности подбросили ему аммиачную селитру и алюминиевую пудру во время задержания. Стоит напомнить, что незащищенные слой общества трудовые мигранты из Центральной Азии стали козлами отпущения для российских силовиков. Последние за счет фабрикации уголовных дел поднимаются по карьерной лестнице, получая щедро финансирование из госбюджета. Особенно в последние годы в редакцию Хабархо регулярно поступают сообщения от работающих в России мигрантов о том, что в отношении них или их близких фабрикуются уголовные дела. Следовательно, наблюдатели не исключают, что Бурхонов и другие осужденные возможно стали очередной жертвой фабрикации со стороны российских спецслужб. Директор Центра Исламской Цивилизации Узбекистана Абдул-Азиз Мансур заявил, что празднование мусульманами Нового Года 1 января не противоречит шариату. Об этом он сообщил в интервью Государственному информагентству УЗА-УЗ. Узбекистана Абдул-Азиз Мансур, Далее муфти Юзбекистана подчеркнул, что празднование Нового Года вполне допустимо с точки зрения ислама, а взаимные новогодние поздравления не противоречат шариату. Корреспондент Хабархо обратился за комментарием к известному узбекскому блогеру Махмуду Абдул-Мумину, который прокомментировал ситуацию следующим образом. Шейх Абдул-Азиз Мансур ранее не только говорил о дозволенности празднования Нового Года, но также открыто порицал тех, кто высказывал мнение о запретности празднования Нового Года. После того, как люди в социальных сетях начали критиковать шейха за его высказывания, под давлением общественного мнения ему пришлось поменять позицию. Он заявил, что его якобы неверно поняли, и вообще его высказывания были подвергнуты монтажу. Несмотря на это, он все-таки остался при мнении о том, что это не религиозный праздник, а всего лишь обычай. Теперь, что касается основы, то ислам — это религия, которая имеет определенное мировоззрение и определенные праздники, вытекающие из него. По этой причине мусульманам не разрешается отмечать праздники, которые вытекают из чуждых мировоззрений. Все праздники, которые вытекают из чуждых мировоззрений, являются запретными, и тот, кто следует за ними, в судный день будет воскрешен вместе с теми, за кем следовал. То, что меня радует сегодня, то в последнее время все больше становится очевидным истинное лицо тех людей, которые пытаются смешать ислам с чуждыми мировоззрениями. Мусульмане все больше пробуждаются, то есть теперь они не следуют слепо различным лидерам, а наоборот, критикуют ошибочные взгляды чиновников, различных имамов и шейхов. Все это говорит о том, что сегодня общество развивается в правильном русле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok